так ну что ж поскольку футбуками не очень получается снимать давайте буду периодически вам показывать свои завтрака завтрака обеда потому что уже начало 2 сейчас буду делать омлет в омлет буду добавлять яйца сейчас буду добавлять сливки можно молоко но как-то на сливках он мне нравится он более тогда нежный получается просто буду взбивать яйца с сливками может быть чуть-чуть добавлю соли и рядышком положу листья салата вот таки вам показала прошлый раз авокадо огурец помидор и все это залью вот такой вот заправкой я вам тоже про нее рассказывала здесь мед горчица и оливковое масло это сейчас я взбью все венчиком в одну массу получается очень вкусная заправка добавлю тоже в салат фету и еще на салат сверху насыплю наверное где-то ложку клетчатки гречневой вчера купила слышала очень много что она полезная вот с утра уже ложку так просто съела но это не очень интересно поэтому буду просто добавлять в салат вот такая вот получилась заправка сейчас я все это смешала у меня омлет сейчас я буду его смазывать сыром и укладывать рыбу кстати на фоне сейчас смотрю крыгину и конечно да наверное для многих beauty мир открылся именно с елены крыгиной но потом она жестко усложив свою коммерцию бьюти коробки там все там в своей студии и перестала снимать действительно что-то интересное уже давно не смотрела но здесь вроде как вот макияж сняла она поэтому смотрю очень вчера я купила у нас в новости инжир и вот это место конфет я иногда кушаю так ну что ж вот что у меня в итоге получилось кстати хочу сказать что вот этот соус не такой фотогеничный и камерогеничный как маги ноги как-то это все выглядел посимпатичнее сейчас она выглядит очень так странно вот такие у меня омлетные роллы с рыбкой буду кусать она на самом деле очень-очень вкусно несмотря на то что выглядит как-то как немножко странно вот и вот это вот все это клетчатка гречневая в общем приятного аппетита если вы сейчас завтракаете или обедаете или ужинаете то вам приятного аппетита тоже пришла только что с димкиного футбола и я дома ждал такой же подарочек от лореаль это торт из шоколада вот и там внутри находится помадки честно говоря планировала дождаться до утра чтобы все это красиво открыть но нет все таки интерес берет надо мной вверх поэтому буду сейчас вскрывать это чудо боже как он красиво переливается посмотрите я не знаю что это такое за пищевой напылитель настолько красивый на сути на руке но нас предупредили чтобы мы не боялись что здесь все съедобное мы кстати я бы от таких теней не отказалась в общем сейчас буду извлекать помаду по сводча и потом вам уже покажу в отдельном сводч видео да злата всем приветик что же сегодня предлагаю вам продолжить наш скажу так небольшое ванное знакомство с разными масками сегодня это будет как она отражается такая вот фольгированная маска от бренда бабу это я не ошибаюсь немецкий бренд на германии и вот таким вот образом этот набор здесь входит три маски успокаивающие лифте коллагеновая и фольгированная маска вот в такой вот упаковочке из двух частей кстати да я сегодня тестирую помаду от лориаль пока что мне мебели нравится чуть больше но это тоже хорошее так в общем здесь у меня такие вот три малюнки и по своим нуждам скажем так я буду ее носить давайте начнем здесь с успокаивающей сыворотки далее здесь коллагеновый серый вот такая вот уже желтенькая сыворотка немножко такая маслянистая второй день дети дома садик не ходит и у меня так немножко и так не войду никак в ритм а так так и вообще и лифтинг такая совсем живет в этот раз белая сыворотка белая прозрачная и тоже такая она уже как гелевая так мы давайте открывать маску пусть еще столько сыра в общем у продукта аж капает будущее с остатки распределять я кстати вот такие остатки никогда не выбрасывают распределяют по шее под играть и вы слушаете этот будущее стрём как бэтмен это по моему первая маска которая не выглядит стрёмно в кадре так ну что ж пошла на 15 минут теперь полежу с этой маской и потом смоем точнее снимем и посмотрим так ну что ж прошло 15 минут и давайте снимать как в этом самом как в рекламе у них так ну составы здесь конечно очень очень много результат честно скажу меня очень порадовал допустим здесь вот где была маска буквально видно контур того как очень-очень ровная кожа переходит в несколько такую уже возрастную морщинистую не разгладилась морщинка вот это но я одела маску так что получается здесь не задевалась не этот мимическая история немножко она осталась на месте в остальном лоб очень очень стал таким ровненьким мне очень понравилось но серьезно у меня тут так я не могу сказать что прям уже борозды но тем не менее мне очень активная мимика которые я пытаюсь несколько приглушить чтобы все-таки не делать как в отдельную доску и кого типа к тоже не охота вот но в общем мне нравится как это выглядит как это выглядит здесь наверное за счет того что было вот это вот фольгированный верх то создавался некий такой термоэффект эффект сауны не знаю то есть сыворотка это не испарялась никуда не девалась и это все действовало именно на поверхности кожи тугар мне кажется кожа стал несколько лучше но очень разгладились эти морщинки посмотрим как надолго это хватит но также я вам говорила что я сейчас использую концентрированный коллаген пока использовав три наверно ампулы я не могу сказать что я увидела какой-то значительный результат ну что ж добью упаковку потом расскажу девочки я смеюсь говорю было бы лето я бы начала жаловаться о том что никогда не похудею к лету но это не важно я готова быть жирной просто посмотрите на эту красоту на эту вкуснятину которые мне прислали лориаль а это я сначала подумала что это зефир это вижу это меренга наверное с голубикой это что у нас ежевика очень ближайшая ежевика а это какая она темная боже как это красиво так хочется дождаться завтра чтобы это сфотографировать красиво сделать фотку но будем реалистами я не дождусь наверное до завтра приветики я только что приехала из садика отвела детей и хочу сейчас сделать небольшой такой легкий макияж я кстати себе на лицо нанесла уже тональная основа сейчас вам ее покажу на днях я получила заказ с польского сайта lady makeup.com.ua если вы смотрите мои видео постоянно вы знаете что я периодически там разные стучки заказываю вот сейчас вам покажу одна которая стоит сразу здесь рядышком это вот такая вот свеча огромная от yankee candle я обожаю них там огромный выбор этих свечей и также есть так когда я вложу это видео завтра в пятницу и это будет последний день конкурса я в инстаграм разыгрываю вот эту вот свечу тоже чтобы вас порадовать этой осенью потому что я она очень вкусно пахнет я обожаю осенью зажигать дома свечи это создает такой уют теплоту и сейчас вам покажу еще что разыгрываю и также разыгрываю вот тушь и праймер под тушь обе для объема ваших ресниц от ланком в общем я не знаю если не подписаны в инстаграм почему вы это делаете мы там с девочками разыгрываем подарки и там очень большое количество классных призов все разыгрывать так солнышко поворачивается так немножко уберу света чтобы не было видно ну и в общем давайте немножко покажу вам какие мне с этого сайта пришли новинки еще с lady makeup и нанесем их на лицо да оформим его скажем так кстати я нанесла на себя сейчас тональную основу от риммель бриц был астин финиш 25 часов она дает хорошее легкое покрытие но при этом всем она с моего лица уходит там часа через четыре где-то я вижу уже что ее просто становится я просто становится нет так давайте я вам покажу по заказу с lady makeup я часто заказываю какие-то продукты от estee loader у них там цены ниже нежели у нас те же самые бракарды поэтому беру там и в этот раз я взяла вот такую вот пудру что она рассыпчатая я предполагала что на ней будет сушить мою кожу и не было интересно не познакомиться потому что я вам говорила что у меня принципе кроме метеоритов и призмана мне особо ничего не работает и и надо на самом деле совсем чуть-чуть и это пудра для скажем так любителей матового покрытия она дает просто ультрамат наносить буду вот такой вот кистью от эко тут у меня такая толстенькая для бронзера и это такая полегче она неплохо наносит пудру набираем она лицом матирует просто железобетонный если у вас жирная кожа скорее всего она вам подойдет потому что я когда я нанесла для видео это просто получилось такой манекеновый мат чтобы ли если можно так назвать в самой пудре здесь безумно мелкодисперсный такой помол она меленькая меленькая и и надо совсем немножко так следующим этапом давайте нанесу оформим брови я заказала там карандашик от golden rose я вам говорила что я обожаю карандаш от golden rose единственное что я немножко прогадала было я прогадала с оттенком я взяла 103 в оттенке тоуп и кажется он должен был бы подойти идеально тоуп 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 это такой серо-коричневый цвет но мне кажется он все таки так ну как видите он очень хорошо наносится это карандаши которые пудровые которые такие как знаете как прессованные тени в стике надо буквально еле дотрагиваться хорошо отдают цвет и такой хороший пудровый финиш сам карандаш мне понравился безумно его успела пару раз попробовать единственно мне не подошел цвет история с него тоже вполне себе неплохая если тереть брови конечно пудра это будет сходить но если брови никуда не тереть не дергать то держится отлично тем более я закрепляю все всегда своим обожаемым фиксатором для бровей от ланком ну вот сейчас я нарисовала специально посильнее между видео я думаю заметно между моими бровями и и вот этим вот цветом такая разница но в общем я вам хотела просто показать этот карандаш на себе его можно выташивать но цвет все равно к сожалению я немножко не угадала сейчас быстренько накрашу глаза тушью тушь я использовать буду вот это вот unlimited от лореаль я кстати когда она появилась думала что unlimited это означает что она тут бесконечная ой вот такая вот упаковочка что и хватит на очень долго а потом суди удавалось почему здесь продукта плюс-минус как и во всех остальных тушек оказалось unlimited это имеется ввиду что у вас будет безграничная длинные ресницы и объемные а кстати часто вы тоже очень спрашиваете про кисти тональной основы я наносила при помощи вот такой вот кисти от хакура она у меня в номере аж 51 и биседе и веще 51 и опять таки тоже я покупала на сайте lady make up вообще кисти обожаю хакура обзавелась бы еще целой пачкой дальше давайте нанесем по-безненькому румяна мне это будут вот такие вот от них так и захотелось мне сегодня на щечках жемчужного сияния поэтому взяла такую вот струбинга как он называется струбин пауда от арт-деко и наносить буду вот при помощи такой вот кисти от реал техник мне нравится набирается на бок когда уже придет серенький волчок и откусит мой бочок такое сияние достаточно нежная получается и очень красивая вообще ни в коем случае не видно никаких раздельных частичек и сейчас я возьму эту кисть и немножко я всегда вот так вот провожусь соединяю чуть-чуть воедино также с lady make up не пришел вот такой вот набор практически кайли дженнер только эвелин косметикс мне очень интересно было с ним познакомиться это матовые продукты первое здесь вот такой вот карандаш первое второе то было карандаш мне понравился по текстуре но его небольшой поэтому я выбирала такой цвет ну вот мыaaa вот такую цвет и ориентировалась но карандаш я хотели вот получила вот такой вот коричнево-рыжий сам карандаш по качеству он хороший он хорошо держится на губах на хорошо наносится в карандаше вот встроена ченка есть но amazon Абсолютно не подходит, как мне лично кажется, к данному цвету помады. Так, где-то рядышком показать. Ну, как-то вот. Они разные по подтонам. Помада более холодная. Помада на губах практически не ощущается. Носится очень комфортно. Но, конечно, по стойкости не сравнить со знаменитыми Maybelline. Для Лориаль те более стойкие будут. Но я знаю, что для многих как раз это, возможно, и будет плюсом. Кому не нравится такая длительная стойкость. Так, ну что ж, на этом все. Вот такой вот будет у меня легенький сегодня макияж. А, кстати, сейчас я вам еще принесу одну штуку, покажу. Вообще, Lady Makeup это польский сайт. Поэтому там очень выгодно и классно покупать всякие польские продукты. Я решила начать свое знакомство с косметикой Биленда, наконец-то. Я много раз слышала про эту косметику и от Оли Оси, и от других девочек. И, в общем, взяла я в этот раз двухфазную жидкость для снятия макияжа. Очень хорошая штука. Не сушит лицо. Супер жирненькая. Поэтому помаду, любую самую стойкую, с легкостью она снимет. Когда я открываю глаза, она не щиплет. Пленку, ну, в принципе, наверное, если масло сильно туда залить, то пленка такая будет на глазах. Но я ее не ощущала. Сейчас, боже, у меня тут какая-то музыка страшная вылезла. В общем, сейчас 9.29. 9.29. По шуткам в течение дня сделаю небольшие включения для того, чтобы вам показать, как эта косметика выглядит на лице, на моем, чтобы вы вообще понимали, есть в этом смысл или нет. Потому что, в принципе, по большей степени я дома могла бы сидеть абсолютно как чушка ненакрашенная. Вот. Но я делаю какие-то драйвы для вас, для того, чтобы быть вам полезной. Так что, что ж, до следующих включений. Я смеюсь, говорю, у меня здесь такая небольшая моя святыня. Здесь у меня свеча стоит. Здесь ароматы. Там еще один спрятался. Здесь ароматы. Правда, часть еще в коридоре стоит. Но, кстати, у Златы самый любимый аромат. Она все время просит и в садик, когда идет ему попользоваться, и когда мы идем куда-то гулять. Аквалигория пассифлора. Она у меня сейчас стоит в коридоре. Я ее с утра присклась. И она так прям любит. Каждый раз просит. Или им, или вот этим. Life irresistible. Он прям супер сладкий. Но Злате он безумно нравится. Кстати, я не смотрю на то, что он супер сладкий. Мы все равно им пользуемся. Просто не так часто. Думаю, зимой он зайдет больше. И, кстати, в прошлом, если не ошибаюсь, с Рождеством, наверное. Наверное, да. Но где-то вот плюс-минус. Презентовали нам вот этот вот аромат от Givenchy. Дали одеваем. И он мне как-то не зашел. Мне не понравилось, как он на мне раскрывается. То есть, изначально он был безумно вкусный. Но когда он открывался, саживался на мне. Мне, ну, как-то вот не зашло. Слушайте, я не знаю. Я недели две назад его достала. И у меня просто рука его не отпускает. Мне безумно почему-то нравится сейчас этот аромат. Он мне нравится, как на мне усаживается. Поэтому вот к теме, допустим, ароматов. Действительно, что у всех как бы у нас свои какие-то предпочтения. Но даже если вам аромат сразу не зашел, то это не значит, что он вам не понравится через год. Я, честно говоря, очень удивлена была. Потому что я хотела этот аромат маме подарить. Но она у меня другие отдыхи взяла. Поэтому это оставила себе. И сейчас прям вообще такая вкусняшка. Ничего, так я легкий макияж сделала. Решила вам быть уже максимально информативной и полезной. Заодно нанесла вот такую вот палетку-новинку от L'Oréal. Хотя я хотела снять видео с отдельным вообще макияжем, новинками осенними. Но она тоже будет чуть попозже. Вот такая вот палетка. Честно, она мне изначально не произвела впечатление. Особенно, когда я сделала свучьи на пальцах. В сравнении с Cherry My Cherry, она прям на пальцах была вау. Но сейчас начала красить. И пигментация особенно в... Давайте покажу вам в парочке матовых оттенков. Так, так, так. Ну вот, подно касание. Мне не очень понравились как-то шиммерные. Они суховатые. Вот видите. Хорошенечко так надо повозюкать. И фу, фу. Они безбожно пылят. Но это меня не сильно смущает. Вот фиолетовый такой, лиловый. Тоже он полупрозрачный. Меня не сильно смущает то, что они пылят. Потому что вы знаете, что мои самые обожаемые оттени. Это как раз таки Марк Джейкобс. Анастасия Бевердхиллс. Они тоже очень пылят. Закрепила брови вот этой вот тушью от Arbeco. Коллаборация с Клавдией Шифер. Она у меня давно лежит. Я ее не пользовалась, потому что она мне казалась абсолютно какой-то бесполезной. В ней очень классный дизайн. В ней безумно крутая, удобная щеточка. Но продукт внутри, это нечто среднее между гелем и какой-то пастой. Но по факту, когда вы расчесываете, прочесываете, она все классно укладывает, здорово прочесывает. Поскольку она прозрачная, она не оставляет цвета никакого. Но в дальнейшем при любом контакте, вот таким вот образом с вашими волосами или же с руками, брови опускаются назад, то есть они абсолютно не зафиксированы. На них есть ощущение жирности, но фиксация абсолютно. То есть я не совсем понимаю предназначение данного продукта. И также тестирую вот второй день подводку от Кларанс. Это просто какой-то восторг. Я о ней вам чуть попозже расскажу. Но она настолько кремовая, настолько черная. Четко, классно рисует. Просто вообще восторг, восторг. Так, ладно, пошла я мыть руки. Кстати, если говорить об вот этой тональной основе, я и практически не пользуюсь по вот этой вот причине. Опять-таки, камера пытается все выровнять, но вот прошло 5 минут, и тональная основа окислилась, но на, я думаю, тонну на полтора где-то. Сложно достаточно это уловить, но я даже по себе сейчас вижу, что у меня лицо очень сильно отличается от шеи. У меня она в самом светлом оттенке. Айвори, по-моему, где тут номер 100. Айвори, по-моему, светлее ее нету. И она окисляется. Сейчас повернусь. В общем, не знаю, насколько сейчас удастся это уловить, но вот, мне кажется, вот так вот удастся. А лицо уже стало темнее, чем шея. Хотя, когда я наносила, такого не было. Вот я не очень люблю, я не знаю, что именно окисляется в продуктах, что они сюда добавляют. Это консерванты какие-то, возможно, окисляются или еще что-то. Но мне кажется, это не очень. Так, ну что же, я тут переоделась немножко, потому что у нас как-то жарко в этой квартире. Я к вам приходила. Точнее, мы с вами делали макияж во сколько? В 9 с копейками. Сейчас 12 часов. И мне так надо встать. Может, здесь не так будет светло. Ну, во-первых, цвет лица и цвет шеи. Ну, опять-таки, камера, она как-то немножко пытается все сглазить. Но я хочу сказать, что они тона на три отличаются. Но мне кажется, даже сейчас на камере, она вот как-то вот так вот будет максимально правдоподобный переход. Видите, темная и светлая шея, очень сильная кислая тональная основа. Губы выглядят вот так, но я ничего не ела, не пила. То есть, помаду нужно будет поправлять. Она не будет такая уж суперстойкая. Во всем остальном вроде бы и нормально. Тональная основа, кроме как потемнела, ничего с ней не случилось. И вот эта вот пудра от Estee Lauder, она, конечно, ее закрепила максимально. Так, ну что ж, я сейчас хочу уже садиться монтировать этот влог. И последнее такое включение. Так, наверное, яркости надо убавить. И я вот думаю, вот почему эта тональная основа так на мне сильно окисилась. И многие очень ее хвалят. И вот я сейчас смотрю, прошло пять часов. И, в принципе, на лице ее не могу сказать, что сильно заметно. Да, она вот здесь вот подчеркнула морщинки. Вот здесь вот такие вот мимические мои. Но в целом, в принципе, на лице она осталась. И я не могу сказать, что она очень сильно на лице заметна. И я думаю, если вы не такая бледнолицая, бледнокожая, как я, то, в принципе, нанеся самый светлый оттенок, у вас не будет такой разницы. Но если вы, конечно, белая, как я, то разница будет однозначно. Мне не очень нравится то, что я вижу, конечно. Так что, что ж, буду садиться монтировать. А вы, в общем, досматривайте, что здесь еще будет. Наверное, сейчас я вам покажу презентацию с Clorans. И тогда уже буду прощаться. Всем приветик. Я сегодня утро свое встречаюсь с... Так, где надпись была. Вот это с Clorans с осенними новинками. Меня сегодня впервые пригласили на презентацию Clorans. Чем я безумно рада. Потому что я слышала, что у них есть очень огромное количество всяких классных продуктов. А я как-то, кроме знаменитого, вот, бальзам для губов, ничего и не пробовала. А я слышала, что, в частности, для сухой кожи у них есть очень-очень много всего классного. В общем, сейчас нас там с утра угощают такими небольшими закусочками. Я сейчас тоже чуть-чуть перекушу, потому что я ничего не успела, даже кофе уйдет. И после этого мы переместимся в другой зал, где нам будет показана новая коллекция, где у нас будет такой небольшой мастер-класс за жизнь там в Clorans. Так что я надеюсь, что будет все очень интересно. Мы хотели пить кофе тут с девочками. Диану встретила, Лизу. У всех утренний кофе. Кто успел, кто не успел. Так как-то я не помещаюсь со всеми. В общем, сейчас попьем кофе и пойдем знакомиться с новинками. Да? Да. Боже, я забыла, что такое влог снимать. Я их не снимала уже год. Поэтому всем привет. Так, ну, мы пришли. Теперь непосредственно на презентацию. Здесь у всех на столах стоят такие красивые осенние новинки. Здесь, конечно, шум на корову. Вот такая вот очень интересная помада с красивыми цветами. Видите, такое будет опять-таки создавать эффект амбре. Хотя, скорее всего, она так и будет смешиваться. Благородненько. И очень интересно познакомиться с тональной основой. Прям нереально интересно, потому что я вам говорила, что тональные основы, в частности, для сухой кожи от Clorans очень сильно хвалят. Это такой пипеточный формат. Легкие тональные основы, которые чаще всего визажисты советуют наносить именно руками, либо какими-то неплотно набитыми кистями. И что еще очень интересно, сначала подумала, что это аромат какой-то Clorans выпустили. А это вот такой вот фиксатор макияжа. В такой красивой упаковочке. Вообще, реально, как какой-то парфюмчик. Очень здорово такой будет держать на своем рабочем столе, скажем так, для макияжа. И я обожаю вообще фиксаторы разные для макияжа. Также здесь всякие масла и куча всяких интересных праймеров. Мне больше всего интересно попробовать именно вот этот, потому что, если не ошибаюсь, именно он такой подсвечивающий. Взяла, попробовала самые такие ходовые праймеры. Кстати, несмотря на то, что... Да, конечно. Несмотря на то, что они достаточно яркие, то вот снизу зеленый я растушевала и практически вообще не осталось никакого следа, вот. Очень интересно, как они будут вообще еще в работе, скажем так. Очень классный такой морг на осень. Он такой теплый, как на видео, он выглядит вообще супер. Такие интересные тинты. Мерки очень похожи. Когда натираешь, остается фигмент, вот, буквально за две минуты. Это на самом деле, я думала, что тинты уже как быканали в лед. Так, ну что ж, мы вернулись. Так, ну что ж, мы вернулись уже домой. Нам подарили кое-какие новинки от Clorans. Я вам, наверное, их покажу в каком-нибудь отдельном видео. Макияж нам... Ой, 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 ручки грязные. Штаны только после стирки, злата. В общем, что ж, буду тогда на этом с вами прощаться. Спасибо вам за внимание. И очень надеюсь, что вам понравился этот влог. А мы сейчас, я пойду брошу свои теперь уже нечистые белые штаны в стирку и пойду отдыхать с детками. А завтра они, наконец-то, после болезни уже пойду в садик. Ну что, будете прощаться? Да! Говорите. Пока! Скажите, до встречи в следующих видео. Пока-пока.